Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Радиант Тимпик. Да, доброго времени суток всем, дорогие друзья. У нас тут продолжается вот это... Весьма люто у нас тут работает пылесос. Татьяна. Да, да, именно так. Татьяна, Татьяна, я вас не слышу. Начинаем мы, друзья, с вами смотреть очередной матч квалификации на The International. В этот раз у нас South East Asia, Юго-Восточная Азия. С вами в эфире Light of Heaven и Kasper. И мы начинаем смотреть матч между командами Arrow и MVP Phoenix. Да, это те самые MVP Phoenix, которые к нам приезжали сюда на Starluder, которые заняли первое место на корейских квалификациях. Ну вот я показываю вам турнирную таблицу. Arrow уже два матча, кстати, выиграли. Они одни из тех, кто первыми закончили две каточки. Да, тут Scythe, MVP, одну выиграли, одну проиграли. RRQ тоже одну выиграли, одну проиграли. Ну и First Departure, от которых там из First Departure мало вообще кто остался. Новый состав у них. Старый сейчас переименован как Коса. И Нага-Сирена ТХД. Т-Х-Д. Наконец-то. Самого героя, которого апнули больше всего, который замечательно подходит у нас под связочки разные, там Наги, Дарксиры и все остальное. Вот он в пике. Все-таки не зря его банили наверняка где-то и когда-то. И сейчас у нас вот именно действительно уже идут адекватные пики, несмотря на то, что было до этого впереди. Хотя нет, я погорячился. С тем, что у нас были адекватные пики, потому что у нас уже в пике Undying. Уже, ты так сказал, уже докатились, что у нас уже в пике Undying. Ну, я уверен, наверняка есть какая-то связка, какая-то задумка для того, чтобы прессовать нас с вами пить Phoenix. Но первое, на что я обращу внимание, то, что зомби хорош в драках. А обычно, когда у нас есть и Нага, и Джакир, и еще какой-то прокаст, то драк нету. У нас бегают иллюзии по всей карте, там иллюзии, там иллюзии, крипосики пушат ваши лайны. Вы подходите к рампе, вас влетает миллион нюков, там, рассказ ТХД, рассказ там ВР, и еще и что-нибудь такое, иди сюда. И все, и ты убегаешь, думаешь, о боже мой, без тараски я не пойду туда. И по итогу зомби, он вот по такой игре слабоват, но и вот все герои берут, которых апнуты. То есть у нас Азия реально реагирует на каждый левел ап чего-либо, и они тестят, потому что и зомби, и ТХД, они приобрели достаточный буст. Ну и сейчас посмотрим, как у нас будут это использовать, потому что очередные баны, они уже такие необычные. То есть у нас забанили и Трента, и Думбрингера, вот это уже, нифига себе, там связочки пошли. А МВП понимает, что вот то, что их контрит, это фактически что он спирит, который способен их ловить одного и второго героя, и, возможно, будущую потенциальную связку, которую они возьмут, и убирает от греха подальше любой контроль. То есть сейчас нужно... Интересно, интересно. Ну вот и против Андайинга что-то конкретное будут брать, или просто забьют на него болт, и, мол, будь что будет? Ну, против Андайинга, я уверен, уже есть нага, то есть она работает как минимум идеально. То есть если есть какие-то специфические пики, то это какие-то там присталбеки, которые за удар убивают всех зомби, возможно, кункевичи. Герокоптеры какие-нибудь. Да, но есть один момент, что когда уже заходишь в лейтгейм, то тамба это уже не главное, потому что тамба в глубоком лейте убивается там, не знаю, любым героем за 2-3 секунды. Да, 2-3 удара фактически. Но я думаю, что скоро у нас, возможно, будет какой-то нерф тамбы, как, например, у Вард Пугны, ракеты Герокоптера, чтобы там конкретное количество ударов по ней нужно выдать, а не дэмэдж, который в нее входит. Да, и сейчас у нас нужно MVP Phoenix дальше усиливать свою связку, то есть первое, что нужно, это иметь аутпуш, причем очень хороший аутпуш, желательно, чтобы это было 3 героя. Второе, кэри, нага, сирены есть. И к тому же есть Джакира, то есть если брать из саппортов, это, наверное, один из самых опасных кэри, который снижает замедление атаки твоему кэри в ответ. То есть это очень больно, и Мирана. Это герой, который имеет для себя и от спам, он блестяще подходит под комбинацию сон, нагиа и спав, стрела. Также он хорошо и в спидпуше, и пока MVP Phoenix все довольно-таки продуманно, то есть ты посмотри, прошло время, они поиграли-поиграли, и вы же что-то адекватное. Ну да, они у нас и на лан-финалах уже показывали более-менее нормальные вещи, то есть если просматривать периоды, когда это происходило, там год назад происходил полный кошмар и ужас, и просто грязь. И то, что происходило у нас на лан-финалах Старладера, и то, что происходит, например, надеюсь, будет происходить сейчас. То есть что ребята действительно будут расти в уровне, там, не по дням, а по часам, да, как говорится. Надеюсь, что именно такое мы и будем наблюдать. В Корее есть для этого все предпосылки. У них там хорошие тренировочные базы, у них хорошее грамотное отношение к киберспорту, как к работе, а не как наши пацаны сидят там дома нога на ногу. Как мы сегодня ночью, да? Так что тут все достаточно у них ответственно выглядит, и они у нас на ланах Старладера, например, точно так же, когда приехали. Они только проигрывают катку, они сразу идут трениться. Ну да, насколько я помню, они вообще у нас не владеют этого Player's Launch, и играли 24 на 7 своими там разными связками. Да, так и было. Так, ну что ж, теперь у нас Arrow Gaming, они начинают дальше усиливать свои сплоши, они забирают чены. Это похоже, что будет очень мощная агрессия на ранней стадии. А если посмотреть в целом, то пока для MVP Phoenix это круто, потому что у нас Мирана спидпушит, ее ловить нечем. Также есть Нага Сирена, которая будет спидпушить. И в целом вся вот эта вот массовка зомби, крипы пока не сдувается, причем довольно активно. То есть сейчас MVP Phoenix нужно просто дожать, дожать вот своей дракой, но не дожимают, берут они Дизраптора. То есть они сейчас делают слабость, потому что этот саппорт нужен в Доте только с одной целью, чтобы дать свой ульт на всю команду. Но при этом есть и плюс, это лейтгейм. То есть сильнее лейтгейма, чем Нага и Дизраптор. Вот знаешь, когда Дизраптора с Агонимом, его фактически нет, по-моему, в Доте. И ты посмотри, какой ответный пик, когда у нас есть Дизраптор и Нага просто сходу с Фурион. Вот понимаешь, да, Фурион прилетает, Фурион улетает. Обычно происходят драки примерно таким образом, то есть от этого товарища толку вообще никакого нету. Да, ну, короче, Дизраптор на самом деле тут не самый худший пик, потому что все герои критически зависят от кастов. Что зомби, что инвокер, что чен, это ребята, которые без кастов ни на что не способны. Если, конечно, у инвокера нету шести слотов с Дейдалусами, МКБ и Рапирами, и он предварительно на себя лакрити не кинул, то типа, в принципе, тогда он может что-то делать. А если же он это не успевает делать, то плохие-плохие дела будут. Ну и опять же, да, комбинация Нага, Сирена и Дизраптор, это весьма популярная тема, и там промахнуться весьма сложно. Да, и теперь все, что могу сказать, это то, что у Аэросгейминг есть потенциальный контроль. То есть, если у нас будет отфармленный инвокер, который будет бегать в инвизе на 522 МС и фурионских ксоид, то MVP Phoenix будет сплитпушить очень сложно в то время. И при этом драки все-таки зомби, чем какой-то бут вклад свой вносить в драки по карте без узких проходов. И для MVP Phoenix теперь нужно усилить свой тимфайт. Испугались они этого, ну, этого товарища. Arrow Gaming забанили Тайтхантера, понимая, что Тайтхантер это был тем самым тимфайдом для MVP Phoenix, но они не растерялись. То есть, ну, нет Тайтхантера, есть Elder Titan. И опять же, под Нага, Сирену это чуть ли не второй идеальный герой, который заходит вместе, если грамотно проворачивать комбинацию. Да и вообще вот под эту массовку, да, там, Хорж Спирит, и Некронмекон, и Крепыче, на пеньки. Рассказываю тебе план, смотри. Нага, Сирена всех усыпляет. Они стоят более или менее там вместе, да? Elder Titan кладет борозду, борозда всех стягивает, туда ТХД Айспас, Макропиру, всех накрывает Сайленсом, все сгорели, ГГББ, я леваю. Да, кстати, это очень крутая комбинация. Вомба Комба ждет нас очередной раз. Arrow Gaming они решили отконтрить этого Вомба Комба. Взяли саппорта, который отлично контрит частично, ну, прокаст, потому что все-таки пассивка Рубика, она очень мощная в лейтгейме, 20% для каждого героя. И при этом инициация, вот, которая им очень необходима. То есть теперь у нас у Arrow Gaming ультрамобильный пик, вот, ну, так вот в целом, если посмотреть, который нужен только для мап-контроля. Вот мап-контроля больше ничего. Забираешь инициацию, фармишь всю карту, а потом там 6 слотов на зомби, чени, рубики все выбиваешь. Да, ну и поехали смотреть, как там у нас призовой фонд. Призовой фонд уже больше, чем 5 миллионов и 100 тысяч. Блин, я не знаю, сколько... Мне вообще страшно представить, что будет, когда Valve выдадут имморталки. Когда люди увидят, что там действительно что-то толковое, я уверен, что там будет что-то толковое, то я думаю, мы и 10 лимонами не отделаемся, потому что это будет действительно какой-то кошмар. Ну да, я абсолютно поддерживаю, потому что сейчас у нас люди понимают, что они могут получить какой-то эксклюзив, при том, что они фактически ничего не тратят. Да, то есть это на самом деле. Ну оно-то вот действительно там, ну, окупается в разы все это дело, даже не в том плане, что вы сможете наборыжить в маркете, а в том плане, что вещи действительно того стоят. Они там будут изменять анимации, скиллы, толковый внешний вид, там чуть ли не арканы шмотки будут, я уверен, но на каждого из персонажей, которого они предложат, то есть в этом плане, да. Да, то есть мы вам рекомендуем, вы поддержите и геймнюла, который там каждый день там богатеет, не по дням, а по часам игроков, и нас, я уверен, в том числе, стримеров, поэтому... Гейб Ньюэлл там скоро одномиллионными банкнотами будет в туалет ходить, знаешь? То есть там оказывается с 100-долларовыми купюрами, просто Ньюэлл плюет им в лицо, знаешь, у него уже на новый уровень он перешел. Так что да, гейб вот такой, он может. Ну ладно, давайте уже по игре. 4F играет нас на Elder Titania, это команда MVP. Коа на Гассирена, Хин на Дизрапторе, Райзен на Джакира и Марч играет на Миране. Вот такой вот у нас интересный Мирана. Ну и лайны, думаю, всем ясны. У нас у команды Arrow, давайте я буду внимательно читать, Ксиан Гзай играет на Зомбаке, ДДЗ на Инвокере, Ланс на Нейчерс Профите, Мозун играет на Рубике и Джонни. Значит, вот ник Джонни вообще отлично, почему нельзя все такие никнеймы придумывать? Действительно. Ну а в миде у нас вот эта дабла с Дизраптором сейчас стоит и продолжает стабильно напрягать Инвокера. Инвокер, конечно, уже все там гусики свои поточил, которые у него были, которыми его вроде должны были впулить, и на что-то себе собирает. Пока что у него только первого уровня классики. У нас получился очень интересный ланап. Фурион пошел на легкую фрифармить против Элдер Титана в комбинации с Рубиком. Почему это? Удивительно, потому что Фурион Элдер Титану не делает вообще ничего. То есть подходит Элдер Титан, начинает фармить, подходит Рубик, поднимает его, типа давай, Фурион, убей его, а Фурион такой, привет, дал одну тычку, и Элдер Титан беги. Подольше, подольше держи его, ща, ща, ща. На самом деле, странно еще то, что Элдер Титан себе щиток не купил. У него тапок есть, а щитка нету. Как раз против таких пацанов, типа Фуриона с Рубиками, неплохо помогает. Ну давай, зайди, купи себе щиток. Братья, ну ты рядом с магазином, ну давай, еще прови, прови. Нет, не хочет. Да, не хочет, но на самом деле, если честно говоря, да, она того стоит, потому что когда против вас стоит два Физера, которые нет никаких кастов, то щиток себя окупает. Да, причем довольно сильно. Вот зомби понимает, вот зомби он щитком, да, он понимает, что его будут разминать с руки, но и частично с кастов, и он делает все достойно. Вот у нас бегает Дезраптор, смотри, ничего не качает, хочет развести зомбака, и, в общем, Дезраптор свое дело сделал. Он дал Наге легкий буст, она у нее купила себе и ботл, и сапог, и, смотри, какого-нибудь Инвокера. И теперь просто элементарная ситуация. Ты пушишь Лайн Рептайдом, забираешь всех крипов, Инвокер забирает всех крипов портаром, все, это ближайший план на 10 минут. По-другому тут обычно не происходит никак в один на один. Да, ну вот и смотрим, сейчас идет активный крип-килинг, крип-денаинг, в общем, крип-добиваинг, и Элдер Титана внизу, вот как раз начинает сейчас шевырять, и вот этот самый физушный Рубик сейчас чуть ферсблат не сделал, 10 хп осталось. Элдер Титан, братюня, я понимаю, что ты хочешь себе соло-ринг, но купи ты себе уже этот щиток. Конечно, денег уже не хватает. Я вот смотрю на этот Лайн, смотрю, у нас был Фурион, у него был телепорт, но Фурион даже телепорт не заедал. То есть Рубик, он старался, старался, потел, потел, братюнь, я тебе оставил на тычку, слетаю и сделаю ты фраг, но, увы, нет, Фурион так не сделал. И в итоге у нас Элдер Титан ушел, и он сейчас наверняка создаст огромные проблемы, потому что начинает пушить. Кстати, посмотрю, это необычный лайнап, они начинают пушить, но для Элдер Титана это сказка. Миллион крипов, по всем проходит иллюзия, море дэмэджа, и какая же это боль, только надо лететь очень сильно. Вот он уже прям летит, да, он понимает, что прямо сейчас нужно там появляться, вот он пошел Астрал Спирит, два героя попадают, три героя, действительно целая пачка крипов, можно просто звать этого Астрал Спирита внутрь и идти бить лица, потому что у него уже там почти 200 урона с руки. Да, опыта тоже порядочное количество, ну и на топе у нас, как там дела? На топе у нас зомби уже поставил тамбу, чтобы ребята пофармили, видимо, немного. А то мало слишком денег у Дезраптора. Кстати, почему Дезраптор не идет, не фармит тамбу, я немного не понимаю. Ну, ладно. Ну, ладно, пока у нас видно, что MVP не справляется со своей задачей, в роли как убиваторов зомби, то есть зомби на Харлайне уже стоит 3-го левла, хотя их трое, да, как бы если трое, то вы стоите, один герой тут, один герой тут, один может идти на пол, ну что угодно. И тогда у вас будет все хорошо. Ну, по итогу у нас Twin Head Dragon вообще стоит с Мираной нон-стоп, а это делает не то, что нужно делать. И в результате у нас пока что Arrow имеет огромное преимущество по оленям. То есть так, я бы так сказал, что заявил авторитетно, что так играть особо нельзя. Обязательно нужно давить противника. Ну, и вот первые сигналы об этом, показания у нас по графикам, вроде одну вышку пока только забрали, но вот сейчас могут убить Нага Сирену. Хорошо, Рубик скинул с хайграунда товарища Ко, и это, скорее всего, будет минус. Заряды в бутылке заканчиваются, сейчас Рубик еще одну тычку даст, и это фраг. Это First Blood. Начинают, открывают, точнее, счет в этом матче ребята из Arrow. Еще попытка зацепить Дизраптора. Умечалась она успехом. Дизраптор прогрыз себе дорогу. Патма также убегает. Дизраптор убегает, все убегают. Фурион уже, естественно, без телепорта, он с него сюда прилетел. И тут ребята должны просто наваливать, как можно скорее, да, на базу. Так и делают. Так вот. Открываем опять графики. Уже две с половиной тысячи по голде преимущества. Очень много. И при том, ты посмотри, вот эти герои, которые сейчас стояли на легкой, им нужно шестой левел, им нужно фармить, они бегут назад у нас. Такое не каждый день увидишь, на самом деле, врыв под зомби. Ты ворвался под зомби, он стоит фуловый, у него уже почти пятый левел, дэвчика максится, что, кстати, очень приметно, примечательно на хардовой линии. И теперь его, по-моему, вообще нереально убить, потому что нету достаточного количества прокаста. И есть фурион, который скоро будет шестого левела. То есть эровы захватывают тот самый мап контроль, чтобы можно было аутфармить противника. Вот такая необычная связочка. Да, и Чен, ко всему прочему, продолжает спокойно себя подфармливать. Видим, что у Чена пятый уже уровень есть. Аркан Буцы уже готовы. То есть сейчас у него по плану мека и шестой левел. В первую очередь, конечно же, шестой левел. А там дальше что? Пойдут ли драться? Должны идти драться, потому что нету лейта. Да, потому что есть все еще вдобавок. У них есть тамба, у них есть скрипы Чена, и у них есть также инвокер, который сильно бьет фаржами. То есть если у нас эровы смогут навязать драку где-то во вражеском лесу, где не видно, где MVP out of position, где можно мансить влево-вправо, да, там тусить, то тогда шансы их возрастают где-то до раза в два или в три. То есть нужно такие места обходить. Вот у нас выход в центр, врывается MVP на инвокер. Не, хочет нагло пройти, но понимает, что нагло пройти нельзя. То есть какую-то фигню у нас творит. Нага смотрит, бежит дальше. Да, он походу не понимает, что инвокер сейчас развернется, в любой момент ему лицо оторвет. Да, и при этом у нас еще есть фарион. И в итоге выход наверх. Выходит у нас сверху Руби с Ченом. Отличный тайминг выход ставится. Томба нападает на Марша. Марша очень больно. У Марша нету на прыжок. Марша умирает, умирает и зомби, коварный зомби гонится за твердом. Смотри, смотри, что он с ним делает. И Айс Пасс, ну конечно, тут его и выйдет всякими возможными образами. Еще прилетает фарион, чайка, забирает немножко экспириенса, но и это очередной. Минус 4-0 ведет команда Эру. Да, Эру выиграет сейчас на самом деле очень хорошо. Они реально исполнили, пикнули вообще такую необычную стратегию. Ну как эффектно она смотрится. Ты просто смотришь, глаза радуются, когда глядя. Да, и вроде так смотришь на этого зомби, и вот, а что потом против него делать? Он ведь будет в драках, он будет давать Amplify, да и лучше неплохой. Он будет отпугивать, то есть подраться ты под эту тамбу, сейчас пока зайти не может, потому что там помимо тамбы еще крепы Чена, еще пеньки Фуриона, там очень много гапши, с которой справиться достаточно сложно. Да, и при этом еще как убивать сейчас тамбу, потому что сейчас это, ну, задача не пассивная для их команды. Тут летит стрела, рубит, прекрасно уворачивается, кулдаун, кулдауна на все, вот это вот большая ошибка, то что они пришли дефить Тауэр, но скинули вообще все противника, который бегает где-то там, и в итоге Тауэр у нас очень сильно пострадал. Подходит кентавр и их начинает накрывать. Вот та самая ошибка, то есть нельзя идти в лоб, потому что вас просто начинает оспамливать, если врываться, то как-нибудь сбоку, вот так вот, спину или там, смаке, если они тут все осели, то можно просто спокойно перетянуться в центр Тауэра. То есть мобильность дикая, осталось гибкостью своей давить. Да, ну вот и давить, именно давить, то есть не просто подходить и пытаться там нахалявить вышечку, да, по чуть-чуть ее забирать, правильно ты сказал, там будут просто отспамливаться, к тому же Нага, допустим, с замакшенным рептайдом, там всякие дизрапторы с молниями, хотя она и первого уровня, но тем не менее, ой, у нас тут инвокер очень опасный, сейчас Нагу пытается убить в миде, и он скорее всего ее забирает, да, просто на халяву инвокер пришел и забрал Нага Сирену в центр. Да, причем, прошу заметить, инвокер с Мидасом, то есть это не тот парень, который что-то похуется, чтобы вас убить, это инвокер просто стоит на центре и фармит, то есть, и в итоге он фармит крипов, еще фармит Мидасом, еще фармит Нага Сирен, то есть. У него, да, у него один фраг, у него два ассиста, то есть он вообще отлично чувствует, смотри, нападает действительно еще и на Элдер Титана, и еще Элдер Титана тут пофармит, и еще огромное количество тычек, но Элдер Титан уворачивается, будет ли санстрайк? Эть, 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 давай, давай, инвокерюшечка. Давай, предугадай, что он сначала пошел туда, 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 сейчас он идет по прямой, да стоит, Сейчас Джокерку могли предугадать, но инвокер, что-то вообще на Мороз упал, не хочет санстрайки кидать. А, у него маны мало, по идее, да, сколько там санстрайк стоит? Так, ну и что, двигаются у нас дальше, гонятся у нас на вебе, на низ, понимают они, что с зомбаком уже лучше вообще на карте не встречать, потому что слишком много он начинает делать, и стараются они кого-то загангать. Снизу ставят фурион с пеньками, с центра у нас инвокер пушит своими форжами, врывается, дизраптор, нужно цепануть, ну, писечки, хватает, хватает, возвращает у нас инвокера, инвокер бежать, сон, отжимает сон, и инвокер должен, по идее, здесь погибать, да, откидываться ему нечем, слишком долго он простоял встанье, но тут приходят зомби, и начинаются серьезные проблемы, потому что патма потрачена, дизраптор потрачена, фурион пока отсюда улетает, и вот эта вся гапшатка, смотри, как она бегает за этими людьми, лдер титан не может убежать, у него 30 секунд на телепорт, он нужно на развороте, ой, ты посмотри, как больно он бьет зомби, 262 демеджа, и он убивает зомби, ничего себе, да, и там еще забрали чена, так что получается, в плюс для себя подрали здесь MVP, нага выжила, нага там фраг сделала, все нормально у наги. Где ее арты, я стараюсь смотреть, вот она оформила колю, только одни барабаны, вот барабанчики просят, сейчас уже более-менее пакуется на замес, понимаешь, что радианс, ждать очень долго, поскольку ее пушат, ее давят, нужно за тавры сражаться, и когда нужно сражаться за тавры, вам нужно для себя статы паковать, это такой, знаешь, закон наги сирены, вот, в данной ситуации, иначе твоя команда будет вывать 4 на 5, и при этом ты еще не сможешь спидпушировать против того же фурена, который будет твои люди с руки забивать, ну и пока у нас преимущество, потихоньку, да, оно растет вверх, то есть уже 3000 голды, тут у нас, ну, сверху дезераптор, старается получить 6 лвл, причем он очень осторожничает, посмотрелай, пропушился, и теперь он понимает, что можно выпуливать, потому что иначе у тебя там какой-нибудь фурен накажется, да, съедят с потрохами, а, кстати, что там у фурена, там у фурена у нас фейземидас, и будет ли это шадоу блейд, или это будут некрачи, в курьере там ничего нету, нет, пока ничего нету, тут эта забавная белка на вертажолуде, смотри, как она просто летит, смотря, что у нас курьеры пользуются популярностью, потому что очень много фантазии можно проявить, то есть если про героев, ну да, вам нужно обязательно, ой, Роман, да, 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 я ошибочку, ошибочку совершил, простите меня, да, то есть если вы, ну, по герою привязаны к чему-то, там, к стилю, ко всему остальному, а то керьер можно все, что угодно вообще рисовать, вообще любой бред, самый какой-то наркоманский, вот как вы видите, да, желудь вертолет, или еще что-то в этом духе, ну, действительно выглядит прикольно, и пользуются своей, опять же, массовкой эру, подходят, нит на вышечку, хотят забрать эту самую вышечку, но очень тяжело, да, как мы с тобой раньше говорили, огромное количество проказ, нападает на инвокер, начинает его пробивать, отличный метеорит падает на всю команду, инвокеру нужно бежать, вырывается фурион, забирает на нас мирану, взлетит стрела от Рубика, очень опасная стрела, блестяще падает вихо дрэгон, вихо дрэгона также забирают, размен 2 в 0, и также бивает тавер, отлично, слушай, тут очень классно подрались, инвокера забрать не получилось, инвокер хорошо откинулся, несмотря на то, что он там бластом промазал, но все равно драка закончилась для него весьма успешно, зомби тоже неплохо все сделал, там подлечил вовремя, так, хорошо отреагировал, скажем, ну и Рубик со своей стрелой, ой, да ладно, нага заходит в спину, сейчас хотят, хотела она забрать, видимо, еще и инвокера, но нет тут-то было, и теперь еще и товарищ Хин может здесь пострадать немного, да, вот нас группует Фурион, так же надо. Хотят зомби убить, стрела залетает в паку. Но стоит Томба, очень много дэмэджа, начинают у нас все бежать, Винхо Дрэгон старается убить Томбу, но понимает, что это и не по силу, уже огромное количество зомбаков гонит в команду, нужно бежать, ребята, ребята. Да, закрывают ТХД, сейчас там Санстрайк полетел, Санстрайк добивает нас Дизраптора, погоня также за Райзеном. И зомби таких ребят вообще не прощают, нас ТХД старается отбиться, ну-ка еще тычка-тычка замедления, все-таки зомби, ну, ТХД у нас сошел. Да, 92 хп осталось у ТХД, у инвокера там еще 12 секунд, он дал на Санстрайке, вряд ли он будет закидывать, да, и он в принципе не успеет, вот за 5 секунд, ТХД естественно отрегенится. Интересный выбор у нас, где приобретает для себя Курион, то есть он вместо того, чтобы усиливать свой контроль, он продолжает давить массовкой и делает выбор в пользу у нас Некробука, то есть получается вообще ультрамобильный, ультрамощный файт на ранней ситуации, потому что на тебя, наверное, просто идет армия всего, там из зомбарей, некронмиконов от одного-второго, крипыченов, то есть осталось еще Рубику что-то собрать, и у него будет свое войско, и в итоге всем этим нападать, и прошу заметить, драться против такого очень тяжело, потому что у тебя герои умрут, если этих некронмиконов убьют. Да, и там у инвокера вторые, у Фуриона там сейчас, да, уже на подлете, и ведь действительно, подходит к тебе вся эта гапша, и против нее драться банально невыгодно, и хватит ли всего этого ОЕ прокаста, чтобы качественно повоевать, тоже непонятно. Выход на центр. На центре тут моментальный минус один, второй минус себя тоже долго ждать не заставил, да, хороший станчик. Да, и ты посмотри, какая это армия, просто армия всего идет нападать на этот Тауэр, и Тауэр погибает. Вот я еще думаю, в этот момент Ликантропа еще к ним пигнуть, который даст всем криво. Да, и все. И будет охо-хо для команды. И они идут дальше. Посмотри, минус один, минус два. Они видят, что наглость, видят, что у нас товарищи не собираются защищать. Нагло у нас возвращается, у него мало маны, и бьют Тауэр. Бьют Тауэр, Тауэр очень больно. Некрачи, покемоны, все у нас бьют. А тем временем у нас снизу инвокер забирает еще этих хедрэгон. Ничего себе. Да, 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 подходит Рубик. Рубик украл у нас что? А у Рубика статик шторм, украдены. Если Рубика сейчас, правда, не накроют, но это, походу, минус вся команда. Очень классно провернули комбинацию. А нет, Кинетик Филд маленького уровня. Первого уровня Кинетик Филд. Всего 2,5 секунды там парни стояли. И разбираются без особых проблем. Аруэ, уже трое игроков MVP в таверне. Я-то думал, сейчас они там все, вот, знаешь, под этой крышечкой. А там очень быстро кастрюля как-то развалилась и разбежались, ребята, в разные стороны. Ну да, все-таки огромный отхилчен, да, это огромная доминация. Огромное количество хитпоинтов он для своей команды вылечивает. И, на самом деле, тут для Aero Gaming браво. Начинают они пилить барак, стоит там ба. И первая ошибочка от Aero Gaming. Да, которые тоже не читали у нас, видимо, патч-ноты. Они бьют не тот барак. Не, ну вот, да, шутки шутками. Вот сейчас они снесли 500 хп этому бараку, да? То есть они могли снести там 650 хп рейнджовому, это уже была половина. И, типа, при этом, эта половина, она бы не восстановилась. Вот в чем логика? Кто мне может объяснить? Надо что-то с этим придумать все-таки, Роман. Ты же будешь на International, и будут все эти команды вот при твоем присутствии, и ты сможешь... Я буду как хвост, да, вот это, silence. Типа, все слушают меня. Вы должны бить рейнджовый барак. Фирстейн, и все. Да, я уверен, у нас мировой уровень доты, он сразу резко повысится после такого опыта. Ну, потому что пока, честно говоря, реально смешно смотреть, когда каждая команда почему-то, именно, возможно, специально в твоих играх бьет не личный барак, чтобы ты... Не, ну, слушай, до 6 миллионов, до кастомизации изданий на базе, осталось сегодня там 996 тысяч долларов. Ну, всего, да, я сказал так. Ну, сколько уже сейчас набили, в принципе, это уже всего можно назвать. Ну, как ты говоришь, отдаешь писечки. Просто писечки не хватает, да. Ну, так вот, и все. Надо тендер объявлять на самый красивый дизайн рейнджового барака, который, собственно, и будем бустить всеми возможными силами. Надо, чтобы тебе был твой рейнджовый барак, и чтобы все его покупали. Просто с такими стрелочками, знаешь, прям вот сюда, там, в мишени. Не, 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 тогда нужно по-другому сделать. Нужно, чтобы тебе сделали миличный барак, который вообще не надо было бить вот такой-то. То есть, знаешь, такой крестик, чтобы... Прозрачный, чтобы его можно было выделить там только. И маленький хитбокс. Вот тогда, я думаю, будет, ну, будет эта штучка нормально работать. Так, ну что ж, по игре у нас тем временем AeroGaming они собрали и запаковали свои артефакты. Преимущество просто колоссальное, 15 тысяч колоды, и они идут пушить верхний тавер. Фурион очень осторожничает, забив на сплитпуш, хотя, ну, тут бегает одна босса на Амирана, и в итоге они нападают. Нападают они на верхний тавер, и тут драться мвп вообще нельзя. Они out of position, Aero видит все. Здесь никак не кинуть свои нюки хорошо в толпу, этот тавер нужно отдавать. То есть, нужно файт только на хайграунде принимать, и мвп. Ну, если бы в том замесе на миде поприсутствовал нормально там Элдер Титан, Тин Хедрэгон, Тин Хедрэгон, да, если бы они действительно сделали ту суперкомбинацию, там, хотя бы по трём, по четырём игрокам, то всё, там, вот она, вот она комбинация, смотри, да-да-да-да. Очень лютая комбинация, блестящее исполнение, теперь у нас не крапиры и фактически ничего, а бараки-то постепенно падают. Теперь у нас очередь за Элдер Титана. Смотри, 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 еще одна комбинация, отличная комбинация. По очереди кинуть свои нюки, тут в те времена у нас закрывает Хуриона, Хуриона очень больно нападает, очень хороший метеорит, врывается на всю команду, Сон, но уже минус два, и стоит Тамба, Тамба гонит всю команду, тут у нас отстреливается Мирана и Нага, и бежать, бежать, мои малышки. Left 4 Dead прям во всей красе, да, и Sun Strike минус Патма, прям у Фонтана. Ну, тут Г, Г, кажется. Просто блестящее, блестящее вообще исполнение своей комбинации нюк. Блестящее, да. Не, ну, комба была просто шедевральная. Сначала один, потом говорит, не, чувак, ты не понимаешь, я тебе покажу, как надо дефать. И типа, на тебе, разлом прям. А Нага потом в конце всем показала, как надо сон юзать, когда у тебя уже полкоманда умерла. Не хватило только Дизраптора с тем, чтобы он еще Статик Шторм посреди поставил, чтобы действительно показал. Там Нага Сирена только что погибла, вообще непонятно почему. Она тоже решила подойти, как предыдущая, пойти подраться вблизи, тут всем очень больно, врывается инвокер. Блестящий Статик Шторм вообще без ничего. Сейчас опять комбинированный Статик Шторм, сейчас еще комбинированно ТХД. Врывается у нас Рубик на фонтан, и это папчик, я в этот момент могу сказать. Это реально папчик, да. Чувак, это папчик. Ну что ж, друзья, поздравляем команду Arrow Gaming, они действительно заслуженно победили. У нас сегодня какие-то действительно такие серьезные победы, солидные, да, нету там на халяву прошли, там, ой, там, они не того крипа добили, или не того героя добили, и все, из-за этого выиграли. То есть те, кто выигрывает, она действительно очень качественно исполняют, а вот те, кто проигрывает, они какие-то очень интересные вещи делают, и я думаю, нужно там провести воспитательные работы после такого, потому что MVP, как мы говорили, там, комбинация отлично, все хорошо, но мы видим же, по-моему, они о слове комбинации даже не слышали про такое слово. Походу, да, потому что исполнение, мягко говоря, удручающее, да, то слово, которое не нравится хвосту. Ну что ж, мы уходим с вами на рекламно-музыкальную паузу, следующий матч уже буду комментировать не я, вместо меня сюда подсядет Виктор Волков, он же God Hunt, и это будет матч Miss Trust против Zephyr, ну, а я буду с вами прощаться, да, вот оставляю я Диму тут пока что одного, он сейчас где-то поймает God Hunt, заставит его составить ему кампанию, и до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля, друзья, услышимся с вами уже сегодня, сегодня вечером, да, сегодня вечером я буду комментировать решающую пятую карту финала американских квалификаций, то есть тот, кто выиграет, это будет либо команда NAR, либо команда Liquid, там Draw Ranger у NAR в ласт пиком заехала, и выйдет очень... Я не теперь думаю, что нам с ней делать. Они даже целый день сидят и там, блин, ребята, что же нам с ней делать, как же нам поступить, и точно так же Liquid сидят, блин, если мы сольем дровки, что же нам делать? Так, ну ладно, все, давайте до скорых-скорых-скорых встреч. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.